Работа удаленно в ситуации с коронавирусом стала особенно востребованной, и первыми на дистанционный формат перешли те, кто меньше всего зависит от посещения офиса. Вот уже больше месяца компания «Информационная система» ведет свою деятельность удаленно. Программисты и сопроводители общаются с руководством посредством интернета, а со своими клиентами – медицинскими службами, для которых они создают и обслуживают базы данных, по телефону. Общаемся мы по телефону, по вайберу, по возможным мессенджерам, электронной почтой. Если надо организовать какую-то конференц-связь по Дискорту, обсуждаем вопросы, удаленно тоже решаем. Непосредственно, допустим, планы на неделю составляем в понедельник, подводим итоги в пятницу. Порядок работы определен, график сверки планов и контроль выполнения поручений также, поэтому в полном объеме сохраняется и зарплата. На таких условиях имеет право трудиться каждый, кого работодатель перевел на удаленный режим работы. В трудовом договоре предусматривается, что работа носит дистанционный характер. В трудовом договоре наниматель и работник должны определить, каким образом будут даваться задания на выполнение работы, какими средствами связи, с какой периодичностью будут поступать задания и отчеты, как работник будет сдавать выполненную работу. Значит, на работника распространяются гарантии, предусмотренные в части продолжительности рабочего времени, времени отдыха. Значит, в трудовом договоре стороны должны предусмотреть, в какое время начало, время окончания рабочего времени. Либо это будет договорено, либо наниматель может дать возможность работнику самостоятельно планировать свое рабочее время с условием того, что работа должна быть выполнена. И помним, главное, все должно быть закреплено документально. В случае нарушения прав работника устные договоренности не являются основанием для разбирательства. Трудовой договор заключается в обязательном порядке в присутствии работника. Если необходимо его знакомить с документами, значит, обмен документами ознакомления может происходить в электронной форме. Если же необходимо ознакомить в письменной форме работника, значит, документы ему предоставляются в электронном виде. И в течение двух рабочих дней наниматель направляет в домашний адрес работника письмо с уведомлением с приложением этих документов на бумажном носителе.